папа папа здорово чем занимаетесь четвертки а чем на себя смотрю вот допустим я понимаю можно долго смотреть темы какие вы общаетесь или вы не общаетесь с кем мы никакие не общаюсь импровизируем так скажем а ну сделать такую импровизацию импровизация мамка импровизирование понял нет в каком смысле в прямом смысле каким образом вы импровизируете если вы мамка человеческим образом человеческим то вас девичник там такой сейчас какой девичник это девочки мы которыми отрагаю девичник какой девичник собаки и девочки к девичник понятно 18 лет девочкам какой девичник ну и как бизнес идет бизнес очень хорошо идешь это просто прекрасный бизнес зачем платят рублями или долларами листочками зелеными как детстве зачем листочки то скоро этой валюту уже не будет россии зачем она нужна вообще никакой не будет поэтому листочками платят ну а лично вы занимаетесь чем мы занимаемся чем мы занимаемся мы страдаем ней но о чем с вами обычно здесь говорят все туалетки иди вам так и говорят это почему-то мы натыкаемся на детей и дети нам говорят но взрослые говорят говорят вы рассказывают про свою жизнь про свою ситуацию играют на гитаре песни поют стихи читаю а как ваша жизнь там где вы живете в вашем городе вот как ты думаешь вот на кого я похожи в том городе я живу я не знаю ты можешь жить в разных городах ну вот чисто по внешности не знаю хантом и мансийск например ибо может потерялись или может быть татарстан где-то там ну вот опять перемешают нет а где но если по лексикону по лексикон убрать это наверно средняя полоса россии где-то а ты чё оскорбление а это как вы воспринимите не знаю как для вас это оскорбление ли это если скажу что вы живете подожди пивно давайте это чисто по нашему посреди россии не полосе посреди по лассийскому понятно у вас у вас там много пьют людей там где вы живете говоря не но есть регионы в которых меньше пьют в россии ну например это кто чечня например то меньше пьют или больше нечего ничего что недавно там была война и там как бы другие правила и культура хорошо дагестан например но спасибо что вы сравниваете с чечне дагестан как бы да но мы как бы находимся менее в такой стране то есть чем ближе к средней полосе россии тем больше пьют вот так вы хотите сказать ну наверное я ничего не хочу сказать я просто предположение какие-то говорю понятно а вот такой вопрос еще а вот почему в россии сегодня очень много агрессии вот между прочим между прочим потому что у нас такая культура которая проповедует в интернете и в телевизоре не но в интернете не только в россии про это время которое воспитывалось воспитывался советское время наши а молодежь почему агрессивное тоже они ждут красиво потому что это пример потому что поколение в рулетка сбросила поколение потому что именно потому что агрессия порождают новую агрессию они в семьях так между собой общаются если ребята вы кто-нибудь слышали перехваченные переговоры как например сын общается с мамой или муж общается с женой да то есть это мат это даже порой бывает агрессия между собой они общаются по телефону агрессивно а при этом весь остальной мир то есть люди движутся прогрессу к созданию новых лекарств технологий машин оборудования всего того что может доставлять человеку какие-то радостные минуты в жизни и продлевать ему жизнь а в россии в это время вот пьют воруют и агрессия и только вот маленький маленький процент людей которым очень трудно жить в этой стране и которые сегодня хотят уехать из этой страны то есть культурные образованные люди они хотят убежать а вот средняя полоса россии так даже да вот они хотят оставаться там то что для них это родное место они не могут себя в другом месте какому-нибудь представить потому что им необходимо это агрессия там пить воровство и так дальше для них вот это нормальная среда обитания как-то так пойдем дальше украины ты это флаг маник украинский да красавка какого из соединенных штатов огнивающий запад да 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 но у вас в россии сейчас говорят что скоро все америка развалится доллар больше не будет такой валютой америка под воду идет она желтка не эту сколько лет телефон я его выбраться на что-то огнивает надо российский телефон не бойте ли да ну китайский можно на на самый крайний случай все 6 тысяч долларов зарплаты правильного получаете здесь по-разному люди зарабатывают да просто ничего не сравнивается с америка как вам кажется вот я здесь общаюсь чат рулетки да ну вот мало людей как вы рассуждаете то есть это понятно сарказм все но в основном в основном все это серьезно большинство да большинство они говорят что все америки скоро не будет мы самые великие у нас россии есть путин он самый крутой у вас байтон вообще там маразматик ничего не умеет делать вот у нас россии все классно как это как это америки не будет просто раз но они говорят что вы видели американский госдолг вот во все все страны которые америка европы то все страны кого у которых еще большой долг вот их скоро не будет все это лопнет и все и больше не будет этих стран больше не будет ну ладно америка исчезла допустим еще в итоге россии лучше будет жить или чем какой-то от этого они они так они на это не смотрят они дальше двух шагов не смотрят один шаг да вот чтобы америки не было а как там дальше будет у них они уже не думают во всем виноваты америка даже чувак который по ямкам дороги до плохие в деревню словно это замерить ну да в игре ты играешь проигрался америка байдер где-то будешь кнопку нажал я здесь при получат рульки одного ну довольно молодого человека может там 25 вот он в игру сидит играет я говорю американская игра нравится быть нет игру почему быть я не могу последний лава пройти они плохо сделали игру понимаете там все западно-американское в основном все там девайсы все в основном там так смотреть человек и хочу открыть человек едет по россии на шевролете допустим он едет и говорит что америка загнивает все такое но он едет на шевролете мерседесе да вот эти немецкие европа там загнивает а чувак на жигуле едет ему комары сюда вот залетает в салон а мне здесь один знаете что сказал а чем жигули плохая машина во всяком случае я могу на субботу и воскресенье у себя в гараже быть вот если у меня не было жигулей я бы может быть не сидел так в гараже а так говорит романтика ну да постоянно чинить деньги тратить ну нормально да ноль удобства ну да ну сада мазохиста люди не нравится а вы не успел спросить в каком регионе и хотел спросить именно по так называемой спецоперации что там происходит пойдем дальше а у него флаг украины да вы боитесь лага украины нет на украину вовсе бог на украину кроме украинцев а на россию шутим тоже бог а есть что то что вам не все равно нет нету вот так и будете жить всю жизнь как господи мы попали прям все нет как жить ну что вам все все равно ничего не интересно ну мне у меня есть интерес в жизни но мне интересно на политику например пакуизм и интересы это разные вещи ну хорошо смотрите давайте поиграем в такую игру вот завтра на вашу голову начнут падать бомбы так вам это не интересно вся эта история правильно ваша потом никто не будет не спрашивать почему эти бомбы падают на ваши города чтобы прилетели на россию бомбы это я не знаю что должно случиться нет начнем с того что сейчас я забыла что хотят сказать да причем здесь страны нет россия ничего такого не делала чтобы у нее пала какая ноша но вы знаете что происходит сейчас в белгороде например или в курске что же россия да мы знаем мы знаем что происходит в крыму периодически что-то взрывается слышали понятное дело потому что это ближайшие города которые можно обстреливать со стороны украины хорошо а как вам кажется что нет людей в россии которые уже очень злые например не согласны с властью российской могут быть партизаны могут все что угодно может быть а так как люди не интересуются им все равно вот так как вам все говорят все равно все равно все равно все равно все равно вот в днр и лнр тоже людям было все равно ну многим скажем не всем но были люди которым было все равно а сегодня например мужчины боятся ходить по улице потому что их отлавливают и отправляют по моему не днр и лнр им не было похуй их обстреливали на протяжении 8 лет со стороны украины и как раз таки украине было похуй на то что понимаете вы меня вы я понимаю что вы хотите вы просто мне пересказывать телевизор который вы услышали где-то там то есть никогда не разбирались мы не смотрим телевизор мы не смотрим телевизор хорошо тогда откуда вам откуда у вас такая информация дайте мне источник где вы получили информацию что украина бомбила 8 лет днр и лнр откуда вы взяли информацию из дома или что нет начнем с того что до начала всего этого кризиса и войны ну так сказать войны очень часто не даже не то что в новостях но у меня родственники с украины и очень часто что родственники что суцванг понимаете да и вот это все заканчивается молодежь да казалось бы мы не смотрим телевизор мы не смотрим и не слушаем там скобееву киселева но информация которая не повторяют один в один совпадает с теми то об этом говорят чистая пропаганда не имея никакого отношения к реальной действительности вообще сегодняшняя россия живет просто в абсолютно другой реальности не в той в которой находится сегодня по-настоящему весь мир потому что никаких 8 лет и никаких украина бомбила донбасс не было пока россия не захватила крым и пока гиркин стрелков не вошел в луганск и донецк ничего никто там никого не бомбил и нигде никто не умирал ракеты падали только в тех местах где находились российские войска то есть там где есть россия там есть смерти там есть разрушение и там есть война там где россии нет все спокойно и украинцы живут мирно и дружно украина за 30 лет своей новой истории вот 30 лет до никогда ни с кем не воевала никогда никого не захватывала никогда не претендовал никакие территории никогда не было в украине никаких терактов понимаете да и тут вдруг проходит там какое-то время и вот такая украина становится с нацистами и так дальше а где же все они были все эти 30 лет что они спали что ли или они на марсе находились конечно такая каша в голове вот так они детям взрослым не знаю старикам вот эту всю ложь вставляют сознание и они потом просто пересказывают ее и когда им задаешь вопросы где вы взяли эту информацию откуда вы ее услышали ты дальше нет нету что ответить как-то так пойдем дальше здрасте ну я думаю я не сам вопрос давайте да фигурки музыкальных инструментов черная но для меня справа для вас может быть это слева может быть инвертное изображение это как саксофон какой-то потом рядом саксафон контрабас потом с другой стороны саксафон труба и барабаны а ну просто просто барабан полгруг видим все остальное не видно нет таксофон контрабас контрабас я вот того что так как скрика выглядит вы музыкант да есть такое ну у вас духовые и струнные инструменты и ударные а вы доходитесь в финляндии а как у вас сейчас там финляндии нормально а как вы относитесь к тому что финляндия вот в нато будет вступать ну а вы гражданин финляндии или нет нет а вы граждане россии который находится в финляндии сейчас откуда очень плохо слышно вас а вы из литвы я понял но сейчас находитесь финляндии просто приехали отдохнуть нет вы работаете финляндия понял ну как вам финляндия вообще мне очень нравится да а вот что именно там есть такого что вот очень-очень нравится вам финляндии то есть коррупции нет какое-то заведение приходит даже не туда читала спасибо за услугу это будет расцениваться так ну когда предстаешь женщине а я понял домогательство домогательство то есть я пришел в больнице что-то мне надо обследовать или вычислить да там делать домогательство я хочу в больнице от души хочу помогать болеть я могу сказать спасибо вот вам предназначение это будет домогательство да ну да то есть вам страна нравится очень до финляндия понятно хорошо я побегу дальше давай пока не очень хороший звук так можно было конечно поговорить больше но очень плохо слышно к сожалению здравствуйте здравствуйте как дела ваши нормально как ваши все отлично ништяк в бурятии жить пиздец там у вас как еще дороги не утонули я вот недавно ролик смотрел там в бурятии у вас машины не могли проехать нормально сейчас нормально дороги дела там днем солнце светит плюс 39 вода все в небо ушло ну а как вам кажется что будет там в россии дальше чему идет все к жопе полнейшая отвечает а каких это вы вывод из чего вы такие выводы сделали ну вот бурятия средняя заработная зарплата 35 типа официально по факту я работаю получаю 20 продукты дорожают то это же жопа когда продукты дорожают бензин литр 92 стоит сейчас 30 рублей не 30 30 на некоторых 29 50 с вами не согласны вы знаете что сегодня дефолт россии что в россии сегодня наступил дефолт вы знаете про это или нет нет то есть россия не может выплачивать под по долгам своим ну вот это ребята правда действительность да то есть 35 тысяч а на самом деле платят 20 это настоящая россия а вот эти вот сказочники которые здесь сидят в рулетке именно для того чтобы рассказывать всем как они по 120 по 150 тысяч рублей в месяц зарабатывает и доллар сейчас вообще не имеет значение потому что какая мирась мы живем в рублях вот вот такая вы действительность сама украине героев слова это вас путин хочет деноцифицировать таких как вы я так и понял как у вас сегодня там где вы живете в городе а к нам пока не прилетали типа ракет это единственная область куда не летела ничего черновцы черновцы да это хорошо я надеюсь что и не будет прилетать и вообще можно меньше будет прилетать везде сейчас враг будет врага вытеснят за границы и вот пусть там находится и не суется очень хороший человек человек с большой буквы спасибо да не за что завидую вашей жене прям вообще почему такой мужчина возле нее как бы надо гордиться вам также спасибо большое до свидания это украинцы украинцы не теряют не чувство юмора не чувство достоинства не интеллекта и так дальше вот остаются людьми и когда я смотрю вот на эту молодежь то в украине и у меня первый идет это путин пришел вот их освобождать от чего посмотрите на эту девушку до чистая свободная открытая ни от кого ее защищать не нужно она не чувствует что и кто-то там угнетает притесняет что какие-то там нацисты бегают понимаете да и вот в этот весь маразм этот бред россияне делают вид что они верят уж они прекрасно понимают что все что им там говорят но может быть какие-то там полностью на всю голову то есть они могут верить этой пропагандии то что им говорит россия на самом деле многие люди имеют и родственников они же видят что ну как ты говоришь со своим родственникам с братом например двоюродным там или сестру или наоборот или с мамой или с папкой ты что понимаешь что он не нацист понимаешь так как ты можешь говорить что в украине нацисты если твой сын твой брат твой еще кто-то друг лучший бывший да тебе говорит что он здесь нет никакого нацизма здесь никто никого не ущемляет здесь люди говорят на разных языках да даже равно мова украинска так и должно быть вы приезжаете в израиль там язык иврит вы можете говорить на разных языках но все люди говорят на иврите это нормально и украина сегодня все что она хочет для себя это жить так как она хочет в свободной демократической стране и вдруг какой-то диктатор вообще не похожи все эти диктаторы между собой что саддам хусейн был что когда и что путин у них мышление одинаково приходит момент когда они начинают захватывать территории кричать о том что они там какие-то полководцы как путин сейчас в этом с петром первым себя сравнивают понимаете да человек живет 21 веке а он все приростными территории занимается хотя по сути он занимается просто именно удержанием своей власти стране которую в принципе он ведет к краху полному краху как-то так друзья а я вам всем желаю как всегда добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока